Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Заместитель начальника КНАП по вопросам следственных действий Инна Циро у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну может быть перед тем, как мы поговорим о каких-то громких делах, может быть такой вопрос, который сейчас актуален в парламенте и не только. Предложение, я так понимаю, прозвучало из УЗ Президента об увеличении финансирования партий из государственного бюджета. И я так понимаю, что сторонники этой идеи говорят о том, что чем больше такая государственная дотация, чем может быть меньше рисков, что надо будет привлекать деньги спонсоров. И значит, есть всегда соблазн, что спонсоры потом будут требовать, чтобы партии эти деньги, если так можно сказать, отработали. И вот как КНАП относится к этой идее? Да, на данный момент это очень актуальный вопрос. И КНАП сейчас работает по правкам к закону. Мы вместе работаем с министерствами. И поэтому мы одобряем, если больше финансируется из госбюджета партии, то партия должна больше отчитываться и должны быть строже требования к самой партии. И как бы Бюро тоже поддерживает ту идею, что если меньше партия будет финансироваться от разных спонсоров, то можно будет говорить о меньшей воздействии данных спонсоров на партии. Но я так понимаю, что это должно быть идти вместе и ограничение объема финансирования спонсорами и увеличение госбюджета. Да, конечно. И на данный момент, я как уже упоминала, что готовится к поправке к закону по финансированию партии. Я так понимаю, что одна из проблем, с которыми партии, может быть, и вы, значит, столкнулись, это то, что у партии начали образовываться долги. То ли они не укладываются в тот бюджет, который у них есть, то ли выборы как-то вот заставляют больше тратиться, понятное дело. Вот что с этим делать, когда партии становятся должниками? На данный момент у партии довольно много долгов. И один из проектов в законодательстве будет то, что год партия должна закончить без долгов. В противном случае партия не сможет получить госфинансирование. Это нормально, что год партия должна, свой финансовый год партия должна закончить без долгов. То есть, если есть долги, то можно, тогда есть возможность лишиться этого госфинансирования. А такая идея у нас есть. Если мы говорим вот об этих громких процессах, которые, я думаю, на слуху всех наших радиослушателей, например, последний, наверное, громкий процесс, это так называемый картель строителей и строительных компаний. С одной стороны, это, наверное, очень хорошо, что правоохранительные органы действуют даже в взаимодействии, к примеру, с Советом по конкуренции, как в данном случае. С другой стороны, наверное, может быть, обыватели могут сказать, что, ну, мы, знаете, посмотрели, не знаю, маски, шоу, все остальное. И часто так бывает, что вроде после всех этих громких, не знаю, задержаний или допросов и обысков, потом наступает тишина. Вот, может быть, чуть поясните, почему это так? Да, с удовольствием поясню. Всегда человек со стороны считает, что бюро проводит какие-то маски, шоу и так далее. Но это не так. Перед тем, как вообще возбудить уголовное дело, проводится кропотливая оперативная работа, во-первых. Во-вторых, когда возбуждается уголовный процесс, берутся и проводятся какие-то другие специальные процессуальные действия, которых люди со стороны вообще не видят. И когда вот организуются эти действия, да, конечно, каждый раз, когда мы приходим в какие-то госучреждения, есть люди, наверное, которые сообщают прессе и пресса… То есть это не ваша инициатива? Нет, конечно. Устраиваются эти публичные мероприятия? Нет, конечно. Мы никогда не звоним прессе и не говорим, что… Сейчас поедем туда. 23 числа мы будем там и там. Нет, это исключено, это, скорее всего, идёт из от лиц, которые в каких-то действиях связаны с этими действиями. Им выгодно вот… Это выгодно в одной или другой стране. Но можно сказать, что ни в одном из уголовных дел, которые вы озвучили, работа не остановилась, только то, что люди это не видят. Это происходит… Также происходят допросы, также происходят разные экспертизы. Я сама отработала как следователь очень долго, более 15 лет. То могу сказать, что работа следователя – это не то, что обычно показывают в кино. Это… Это мутильная, каждодневная работа. Да, это разные экспертизы, это допросы, это анализ разных документов. И не всегда то, что общество видит, это то, что делает следователь. Поэтому обычно можно сказать, что многие слушатели в комментариях пишут, что вот, задержали или задержали, или отвезли в суд. Человек несколько месяцев просидел и его выпустили. Все, значит… Доказательств нет, да. Да, бюро плохо работает. Ну, хотел бы напомнить, что бюро никого не признает виновным. Бюро собирает только доказательства, отсылает уголовные дела в прокуратуру, и в нашем государстве только суд может признать человека виновным. И то, что бюро отвозит человека на санкции в суд, это значит, что ему применяется самая строгая мера пресечения, и только лишь. И потом, каждые два месяца следственный судья должен следить, необходимо ли эту меру пресечения продолжать. И поэтому, беря во внимание права человека, более двух месяцев, в принципе, человек не содержится в тюрьме при этой мере пресечения. Вот здесь, наверное, всегда есть такая дилемма, потому что, с одной стороны, можно сказать, что вот эта публичность, вот все, когда там телевидение снимает, как там обыски и так далее, мешает следствию. С другой стороны, мы понимаем, что одна из функций КНАБа, если я не прав, вы меня поправьте, это такой, ну, определенный воспитательный эффект. И смотрит телевизор, и интернет, не только законопослушные граждане, да, но и разные другие, может быть, увидев это, они подумают, так, я бы не хотел, чтобы ко мне так пришли. Да, вот, где здесь, вот, как найти такой баланс? Потому что можно вообще ничего не сообщать, условно говоря, да, нигде не сказать, что КНАБ должен, не знаю, каждый день сообщать все в прямом эфире, да. Ну, тогда не будет и такого, может быть, воспитательного момента, потому что пока дело дойдет до суда, проходит месяцы, иногда и годы. Нет, скажем так, я считаю, что бюро должен информировать общество о своей работе, и это, как вы правильно упомянули, одно из профилактических работ. Но также бюро проводит и, скажем, педагогическую работу, мы проводим очень много семинаров, обучаем госчиновников и людей, которых это интересует, о том, что и как делать, если вам предлагают или просят взятку, как должен чиновник в своей работе выполнять закон о интересе конфликтов. конфликтов, поэтому не только то, что разные задержания и обыски, это не только профилактическая работа. Да, вот возвращаясь к этим громким делам, вот по вашему опыту, вы сказали, что у вас, что 15 лет поработали следователем, все-таки по вашему опыту, насколько, как долго вот в среднем проходит этот процесс от момента начала уголовного процесса и каких-то первых следственных действий, оперативной работы до момента завершения и передачи уже прокуратурой дела в суд? Каждое дело очень индивидуальное, нет такого среднего срока. Есть дела, где не надо делать запросы на правовую помощь в других государствах, и это ускоряет следственные действия. Если же нам по делам надо отсылать запросы в другие государства... Это надолго, да? Это надолго. Есть государства, которые отвечают, чтобы не ошиблась, даже в течение года или полтора мы ждем просто ответ. Конечно, мы производим другие какие-то следственные действия, которые не связаны с этим запросом, но бывает, что без этого другой шаг вообще нельзя сделать в уголовном деле. Поэтому нет такого конкретного срока. Конечно, у нас уголовно-процессуальный кодекс, закон устанавливает сроки, в которых следователь должен отменить все ограничения лицу, которому есть право на защиту. Это зависит от тяжести данного преступления. Так что... Да, вот мы понимаем, что есть обычные дела, не хочется так их продразделять. Я понимаю, есть громкие дела. Если вы видите по вашему опыту, что следователь очень загружен, перегружен, вот как делать так, чтобы он каким-то делом занимался больше, а каким-то меньше, потому что мы понимаем, что если на следователе висит есть, так можно сказать, несколько дел, ну, в сутках только 24 часа. Ну, это, наверное, проблема не только бюро, но и других правоохранительных органов. Ну, скажем, я как начальник организую свою работу, я смотрю, сколько у человека уголовных дел, сколько разных проверок, и надо работать по всем делам. Нет важного дела или менее важного дела. Все дела важны, их должным образом следователь должен расследовать. Я так понимаю, что есть определенный дефицит, следователь, да, у КНАБа? Не хватает людей? Я хотела сказать, что это проблема всех правоохранительных органов, потому что больше нет учреждения, которые ранее готовил, только следователь. Да, Академии полиции больше нет. Да, увы, нету. И с теми, наверное, знаниями, что готовят другие учреждения, не всегда каждый юрист может быть следователем. Не говоря о том, что у вас специфические все-таки дела определенные, да? Да, плюс еще то, что у нас довольно специфические, тут необходимы и финансовые, чтобы человек мог и понимал как расследовать параллельные финансовые дела. Нет ли такой, не знаю, опасности или как вы на это реагируете, когда вы чувствуете, что КНАБ пытается, ну, втянуть их, так можно сказать, в какие-то политические игры, потому что мы понимаем, что если происходит какое-то громкое дело, которое уже имеет публичность определенную, и там связаны люди из той или иной партии, то другие конкуренты их тут же используют и говорят, ну, тут все понятно, коррупционеры, воры и так далее. Я хотела бы напомнить, что бюро нейтральный в политических каких-то вопросах, независимо от принадлежности какой-либо политической организации, бюро будет рассматривать любое уголовное дело или административное дело, поэтому мы делаем свою работу, я надеюсь, мы его делаем хорошо, и это не зависит от того, чьи интересы затронуты. У нас есть уголовно-процессальный кодекс, закон, у нас есть административный закон, и мы работаем в рамках только именно закона. В одном интервью, по-моему, начальник к нам, господин и сказал, что мы понимаем, что учатся, если так можно сказать, все, в том числе и те, кто пытается обойти закон. Конечно. Да, и, наверное, такие простые дела, как, я не знаю, получение и передача взятки с меченными деньгами, это как бы хрестоматия, но такое, наверное, бывает редко все-таки. По крайней мере, в последнее время по этим громким делам ты понимаешь, что это очень сложная цепочка действий, возможно, преступного характера. Вот если мы сейчас говорим о таких вот рисковых, не знаю, сферах, или что вы считаете сейчас самым таким вот рисковым, или, может быть, к чему КНАП еще хочет только подобраться? Ну, очень рискованно, как и выявилось, это публичные закупки, где, как можно видеть по возбужденным делам, очень много есть правонарушений, взяток, и если мы анализируем за последний год возбужденные уголовные дела, то можно указать, что, да, более вот эта сфера госзапкупки это очень такой рискованный, больной вопрос. А вот все-таки так, я понимаю, что вы не можете раскрывать какие-то детали уголовных процессов, все-таки на каком этапе происходит, как бы, вот если так сказать, факт коррупции, не знаю, потому что когда нам говорят, вы понимаете, ну это же был, не знаю, открытый тендер, вот комиссия, не из одного человека состоящая, там 5-7 чиновников, чаще всего, там, не знаю, депутаты даже не участвуют в этих комиссиях по закупке. Вот было несколько претендентов, вот мы его выбрали, вот критерии. Казалось бы, сейчас очень много происходит вот этих тендеров или закупок государственных, муниципальных публично, можно даже в бюро посмотреть по контролю за закупками, есть жалобы подают и так далее. На каком этапе это, по вашему опыту, чаще всего происходит? Ну, это то, что публично мы видим всегда документы, всегда в порядке, всегда все по закону. То есть, внешне все вроде бы. Внешне все выглядит очень красиво, но обычно уже по практике договариваются или до закупки, или во время произведения каких-то спецификаций выбирается тот или иной кандидат, который уже повышает цену в своих интересах. Вот, кто, если так можно сказать, вот в результате этого сделал, кто пострадавший, ну, кроме государства и общества? Я почему говорю, потому что, наверное, многие могут сказать, ну, возможно, жалобы в КНАП подают те, кто проиграл этот тендер. Ну, это же логично. Проиграли, значит, дело нечистое. Нет. На данный момент я хотела бы сказать, что это ущерб наносится каждому налогоплательщику, потому что мы платим налоги, и мы потом за эту покупку из своего кармана оплачиваем. Если мы возвращаемся вот к этой теме громких дел, есть ли какие-то у вас, ну, планы, не планы, какие-то приблизительные сроки передачи прокуратуры вот этого громкого дела по Риге Сатексме, связанной вот с закупками как раз? Я не хотела бы говорить о каких-то конкретных сроках, потому что в данном уголовном деле связано с правовой помощью из разных государств, и пока мы не получим ту информацию от других государств, очень тяжело планировать какие-то действия. Но могу уверить, что работа в данном уголовном процессе происходит очень активно, и работа не остановилась. Да, и что касается вот этого недавнего процесса уголовного в отношении строительного картеля, там тоже идет работа, да? Да, конечно, мы возбудили уголовное дело в прошлом году, но мы весь этот год очень активно работали вместе с бюро по совету по конкуренции, да, передали часть информации им, чтобы они могли проводить свою работу по своей компетенции. И когда у нас была активная фаза, мы работали вместе. – Насколько вот люди, ну не знаю, сейчас активны в том, чтобы сообщать КНАБу о тех или иных вот возможных правонарушениях именно в компетенции, которые в компетенции КНАБу? Я понимаю, что много есть, наверное, к вам обращений, которые вообще не имеют никакого отношения КНАБу. Увы, да. Но если мы смотрим по количеству заявлений, то, наверное, можно сказать, что бюро возвратило свою былую славу, можно так сказать. И люди больше доверяют нам, чем, скажем, два или три года назад. Заявлений довольно много, они рассматриваются. Может быть, не каждый раз каждое заявление заканчивается уголовным процессом, но мы обращаем внимание, мы рассматриваем и анонимные заявления, которые, может быть, некоторые учреждения не делают. Потому что никогда нельзя исключить, что, может быть, там есть основание какое-то, да? Конечно, мы проверяем поданную информацию, анализируем, и поэтому в бюро после реорганизации есть отдельный аналитический отдел, который проводит анализ разных рисков в разных сферах действий. – Вот если мы говорим еще о специфике коррупционной составляющей, все-таки, если анализировать эти процессы последнего времени, чаще всего, на ваш взгляд, все эти коррупционные схемы действуются, создаются просто, я извиняюсь, банально, чтобы заработать, людям свойственна такая вот особенность, или это все-таки результат, не знаю, страна маленькая, конкуренция довольно сильная, все места на рынке, я не говорю там, не только в строительстве, не хватает, и так, чтобы ты выжил, условно говоря, ты должен в этой цепочке быть картельной, как это нежестоко звучит? – Ну, наверное, и первое, и второе, это зависит от каждого уголовного дела индивидуально, потому что нельзя сказать, что это только большая конкуренция, обществу выгодно, чтобы было бы здоровой конкуренции, и это были, может быть, даже пониже цены, и мы платили бы за какие-то объекты поменьше. – В принципе, если бы некоррупционная составляющая, наверняка стоимость была бы меньше, да? – Допускаю, что да. – Насколько КНАП, вот мы говорим о профилактике в том числе, нет ли у вас такого ощущения, что иногда КНАП пришел уже с опозданием? Может быть, можно было уже как-то увидеть коррупционную составляющую в том, что внезапно подорожали вот эти строительные объекты? Почему? Была сначала изначально цена, потом вдруг без всяких оснований, вдруг она повысилась? – Для того, чтобы начать какую-то проверку или уголовный процесс, нужны конкретные факты, почему это произошло. Из-за того, что кому-то что-то кажется, увы, процесс нельзя возбудить, эти факты, они должны быть конкретными, они должны быть обоснованы и такими, чтобы их можно проверить. – Заметитель начальника КНАП по вопросам следственных действий и натоцировалу на студии, прервемся буквально на пару минут рекламы, не переключайтесь. – Микс-ньюс. – На балкоме разворот. – Да, продолжаем работать в прямом эфире, изместитель начальника КНАП по вопросам следственных действий и натоцировалу на студии. Добрый день. Еще раз. Да, вот мы понимаем, что технология развивается, я так понимаю, что скоро партии должны будут в электронном виде сообщать в КНАП о полученном финансировании. – Да, 14 сентября кабинет министра принял правила, и я думаю, что мы идем в ногу со временем, и партиям это облегчит их административную нагрузку, что если ранее они подавали все отчеты по финансам в бумажном виде, то сейчас будет упрощенно в электронном виде, и будет, может быть, меньше ошибок человеческих, и бюро сможет более достоверно проверять и использовать данные из этой системы. – Хочу отметить, что партии должны подать заявление, чтобы зарегистрироваться в этой системе, и в ближайшее время бюро будет организовать обучение для организаций политических, чтобы как правильно работать с данной системой. – Да, наверное, этот вопрос, который тоже возник в последнее время у журналистов, наверное, в том числе, очень часто появляется сейчас информация, что тот или иной известный человек в обществе, например, бывший президент господин Вейнис, стал свидетелем в том или ином уголовном процессе. Казалось бы, свидетель, но это вполне нормальный, если так можно сказать, с точки зрения процессуального закона нормальный статус. Более того, человек готов помочь следствию, это даже благо. Вот на Ваше взгляд, нет ли такого вот все-таки в обществе неправильного представления о том, что вот человек свидетель, значит, что-то там не то, и сегодня он свидетель, а завтра он станет подозреваемым? – Ну, наверное, на данный момент надо говорить как юристу, то если есть хоть малейшие подозрения, то уголовно-процессуальный закон запрещает человека допрашивать как свидетеля, потому что у свидетеля в процессе одни права и обязанности, а у человека, которого есть право на защитника, уже совсем другие. И если следователь его допрашивает как свидетель и потом через, конечно, через какое-то время может что-то такое, новые обстоятельства, это, конечно, нельзя исключать, но в данный момент, если человек допрашивается как свидетель, то у следствия нет подозрений, что он связан и может в дальнейшем стать подозреваемым. – Ну, как свидетель ему не запрещено пользоваться помощью адвоката? – Нет, конечно. – Если мы говорим, не знаю, вот как раз о законодательстве, вот исходя из вашего опыта, есть ли какие-то, не знаю, там, белые пятна или те вопросы, которые вот в уголовном законе, в уголовно-процессуальном законе, может быть, законе о предвыборной агитации или о финансировании партии, есть какие-то вот, не знаю, статьи, которые там, их нет, они вам мешают, что их нет, их надо внести, надо что-то изменить, вот такое актуальное. – Мы всегда работаем, и когда в какой-то процессе нашей работы, если какие-то изъяны появляются, то, конечно, мы идем с инициативой о каких-то изменениях. Сейчас, как я уже говорила, открыт вопрос о законе о финансировании политических партий. Если мы смотрим назад, то именно бюро шел с инициативой, чтобы за распространение информации, которая получена во время, выполняя должностных обязанностей, там была санкция минимальная, и очень часто мы не могли использовать информацию, которая была получена в оперативных действиях. Ну, на данный момент из актуальных это закон о финансировании партий, а также мы состоим в группе, которая всегда работает о улучшении уголовно-процессуального закона. – Вот здесь нет ли такой, не знаю, опасности или риска, что тот же закон, не знаю, о предвыборной агитации, может, с одной стороны, понятно, для чего этот закон создан, но с другой стороны, не ограничивает ли он, не знаю, тут же свободу слова, потому что, ну, ведь во время предвыборной кампании и демократии не заканчивается, наоборот, и всегда есть такая дилемма, ну, вот это понятие, о котором журналисты тоже все время спорят, это слептая реклама, то есть скрытая реклама. Ну, что считать скрытой рекламой? Есть факт получения средств незаконных за публикацию, к примеру, это понятно, и можно это доказать, вопросов нет, да? Но почему, не знаю, побеседовали с кандидатом X, а не с кандидатом Y, или наоборот? Этот каждый случай анализируется отдельно, и, конечно, если есть какие-то заявления, что в конкретном интервью будет скрытая агитация, то бюро проверит и в своей компетенции даст свою оценку данной. Да, вот иногда мы слышим какие-то упреки в адрес КНАБа, что вот какими-то занимаются мелкими вопросами, ну, в последнее время это вы, наверное, помните, по поводу мэра ОГЭ господина Хелмани, если были упреки, ну, подумаешь, какой-то бюллетень, зачем столько действий? Ну, тогда мне надо спросить, тогда бюро не должен вообще реагировать, у нас уголовно-процессуальный закон устанавливает, что учреждение должно реагировать на все заявления. Кому-то это кажется, что это незначительно, кому-то из того же самоуправления ОГР будет это значительно, потому что он платит свои налоги в данном управлении. Да, может быть, еще такой вопрос, который хотел задать, что касается КНАБа, очень часто мы слышим в комментариях в интернете, очень хорошо, что там есть активные работы, КНАБа, а где посадки? То есть люди, конечно, хотят от КНАБа выполнение каких-то функций, которые не свойственны КНАБу, этот суд решает. Но все-таки, вот эффективность, насколько действительно дела удается потом добиться в суде реального наказания? Это тогда надо смотреть, анализировать предыдущие года и, скажем, из тех дел, которые были сданы ранее, насколько я смотрела за делами, то в большинстве уголовные дела заключаются с осуждением человека, который сделал правонарушение. То есть все-таки нельзя сказать, что это в основном потом в результате суд оправдывает? Нет, конечно. По статистике? По статистике нет такого, нельзя сказать. Конечно, может быть, общество хотело бы через месяц или два результаты, и когда уже суд принимает решение, скорее всего, это дело уже не актуально. Да, может быть, мне тоже хотелось бы, чтобы коррупционные дела рассматривались быстрее, но суд у нас довольно загружен, и поэтому эти дела довольно долго рассматриваются. Не только в первой инстанции, но пока надо брать во внимание, что люди используют свои права на обжалование судебного решения, и пока происходят три инстанции и проходят, но это довольно долго. То есть, в принципе, вы не видите именно проблемы в этой части на этапе КНАБа, а уже дальше, когда идет процесс суда, потом обжалование, апелляции и так далее? Ну, конечно, используют разные методы. Люди иногда могут затягивать судебные заседания, болеют адвокаты, болеют сами клиенты. Это не только, скажем, то, что суд не назначает какие-то судебные заседания. Есть разные случаи. Может быть, такой последний вопрос, все-таки, если вас спросили о приоритетах КНАБа вот на данном этапе, я понимаю, что задачи определены законом, чем занимается КНАБ, но если мы говорим о приоритетах? Один из таких главных приоритетов – это закупки, госзакупки, это работа в правоохранительных органах и также то, что бюро будет укреплять свои аналитические ресурсы. Пожелаем вам удачи. Заместитель начальника КНАБ по вопросам следственных действий Индатцируя у нас была в студии. Большое спасибо. Спасибо.